Приветствую вас. Вы знаете, согласно правилам профессиональной этики, психологам не рекомендуется давать анализ и оценку действия третьих лиц. То есть мы можем поработать и поисследовать непосредственно ваши проблемы, непосредственно ваши трудности, противоречия и страхи, если они есть. Но мы не можем этого делать по отношению к третьим лицам, потому что это некорректно, это неэтично и, самое главное, очень малоэффективно, по той простой причине, что человек зачастую сам не осознаёт своих действий, зачастую сам не понимает, почему он ведёт себя так или иначе. И даже разговаривая непосредственно, вот непосредственно разговаривая с человеком, требуется довольно продолжительное время для того, чтобы понять, что человек хочет. И это целая задача, научить разбираться в том, чего ты хочешь. Поэтому понимать мужчину, который ведёт себя, вероятно, запланированно, то есть он так изначально это всё планировал, на самом деле никакого смысла не имеет. Другой важный вопрос, что ваше поведение в целом достаточно хаотично, импульсивно, и вообще-то, на мой взгляд, свидетельствует о том, что есть проблемы в вашей семье. Ну, собственно говоря, вы сами об этом в какой-то степени пишите, когда говорите, что с мужем у нас конфликты, с мужем у нас ссоры, вот и так далее. Вот на данный момент всё выглядит так, что вы избегаете от своих трудностей, вы избегаете от проблем в отношениях, вы бежите от них, от проблем в отношениях, и не хотите особо их, то есть вот эти проблемы не хотите особо решать. При этом у вас есть определённые ожидания от своего, ну, от этого мужчины, потому что вы на него обижались, то есть вы на него обиделись, то есть вас эта ситуация задела, которая произошла. И, соответственно, можно здесь говорить о том, что через человека вы пытались решить некие свои проблемы и трудности, пытались компенсировать что-то, что вам было нужно, и скорее всего нужно до сих пор, в контексте взаимоотношений с мужем. Только вместо того, чтобы решать проблемы с мужем и разбираться с причинами конфликтов с мужем, вы знакомитесь с другими мужчинами, при том, что ругаете себя, пребываете в стыде и так далее. То есть даже не наслаждаетесь, по сути, вот тем, что делает. Да, то есть полностью на себя ответственность за свои поступки не берёт. Обратите внимание, что поведение практически незнакомого мужчины вас задело, а вы обиделись. Это значит, что у вас неустойчивое представление о самой себе. Для того, чтобы представления о самой себе у вас были комфортными, то вам необходима реакция людей на вас. Вам необходима обратная связь некая. Здесь очень важно, чтобы вы этот момент зафиксировали для себя. Давайте сейчас пройдёмся по вашему тексту. Итак, прошу объяснить поведение и отношение мужчины ко мне. Ну никакого отношения мужчины к вам нет, потому что вы ей практически незнакомы. Здесь вы больше проецируете то, что вам хочется скорее. Ситуация такова, я будучи замужем познакомилась с мужчиной старше себя. Ну, я надеюсь, вы не будете против, если, допустим, я спрощу вас, зачем вы будучи замужем познакомились с мужчиной с одной стороны, и почему вы считаете, что рискуете даже общением с ним с другой. То есть, с одной стороны, вы вроде как знакомитесь с мужчиной, будучи замужем. И явно вы это делаете не для дружбы. С другой стороны, вы говорите, я рискую даже общению. Так вы... Вы это всё делаете ради риска? Или их как? Я вот просто не очень понимаю. Опять же, заметьте то, как вы ознакомитесь. То есть, вы до последнего, до конца ответственность на себя за то, что вы хотите познакомиться не берёте. То есть, вы изо всех сил до последнего пытаетесь на мужчину переложить ответственность за то, что вот, типа, что это не вы хотите познакомиться, а он. Знаете, какая штука? Вот. То есть, тут вот есть у вас какое-то, знаете, ну, я бы сказал, непризнание, наверное. Непризнание собственных чувств, непризнание собственных эмоций, может быть, может быть, стыд какой-то за них перед, ну, перед самой собой и так далее. То есть, это, конечно, ну, довольно серьёзная, я бы сказал, проблема, потому что, если человек стидится своих желаний, если человек стидится своих, вот, значит, ну, потребностей, если человек стидится того, что он хочет, то сложно, очень сложно будет, ну, вот, ну, очень сложно такому человеку, вообще говоря, чего-то добиться, очень сложно такому человеку чего-то достичь, вот, к сожалению. А вот, а вы здесь как раз-таки... Вы здесь, кратки, стыдитесь своих желаний, вы здесь, кратки, стыдитесь своих потребностей, и вы отказываетесь признавать проблему. Как он сказал, он долго не решался ко мне подойти раньше, никак себя не проявлял, только наблюдал. Ну, вы знаете, вот подобная штука, когда человек говорит, что, знаешь, я долго к тебе не подходил, я не решался. Вот. Это очень амбивалентная история, потому что, с одной стороны, человек может быть сверх стеснительным, и это, ну, не добавляет вообще плюс. Вообще, ну, общение, взаимодействие. С другой стороны, за этим может крыться некая такая агрессивность. То есть вы на будущее вот с такими людьми, которые говорят, что вот я долго там не решался, что-то, что-то, что-то сделать. Вот. Общайтесь, наверное, осторожно. Потому что, ну, такие люди, они, как, как правило, они придерживаются исключительно вот какой-то такой своей позиции. Мне было приятное внимание в стране, потому что мне хотелось отличие пообщаться. Ну, посмотрите, у вас с мужем ссоры, непонимания, а вам хочется отличие и общаться. Опять же, вместо того, чтобы решать проблему. Вот это к вам вопрос. Принципиальный. Это принципиальный вопрос. Проблемы между вами и своим мужем вы не решаете, а хотите отвлечься и пообщаться. Но проблема непонимания таким образом не решится. Я уверен, что вы не выполняете. Но вы здесь поступаете вот так. То есть это инфантильная позиция. Что значит инфантильная позиция? Вообще, вам может показаться, что я обвиняю вас. Это не так. В мои планы не входит обвинения вас. В мои планы входит помочь вам показать ситуацию со своей точки зрения профессионально. Так вот. Что такое инфантильность? Инфантильность это когда человек не доиграл, когда человек не прожил свои какие-то, ну такие вот, детские, детские немножко переживания, детские немножко эмоции, детские немножечко импульсы, вот. И они, эти самые импульсы, оказывают влияние на взрослую жизнь человека. Вот примерно так происходит и с вам. Вы не прожили что-то, чего-то, вы не прожили, да? Вот когда-то вы, когда-то вы не прожили свои детские переживания какие-то, да? Не позволили себе, вот, что называется, побыть ребенком, да? И соответственно, вы эти чувства, эти эмоции подавили себе, но они в вас по-прежнему есть, они же, они никуда не деваются, они не могут никуда деться, в принципе. И они влияют на то, что вы делаете. Вот. В частности, они влияют на ваше вот такого рода поведение. Ну вот. На ваше, например, эээ, ну, например, на ваше нежелание какое-то, да? Решать, эээ, там, проблемы, вот, эээ, ну, допустим, эээ, со своим, со своим мужем, да? Эээ, к примеру. И соответственно, эээ, важно ээээ, себя ээээ, не обвинять, да? Важно себя не обвинять, ээээ, именно, ну, найти эти переживания, эти переживания и, эээ, прожить их, ээээ, значит, ээээ, адекватно. Вот. И вместе с тем, ээээ, взять, эээ, ответственность на себя за, ээээ, то, что вот вы, ээээ, делаете, да, взять на себя ответственность за свои поступки. Потому что, когда вы поступаете в определенной степени, безответственно, вы, в первую очередь, вредите себе, ну, и, наверное, своему, своему ребенку. Вот. Вы не вредите, там, мужу или мужчине. Вот. Вы вредите себе. Вот. Поэтому, тут, ээээ, такая, вот, важная, ремарка. Ладно? А, следующее. Дальше. Эээ, так. С другой стороны, я колебал, и стоит ли мне вообще с ним разговаривать? Ну, вот здесь, а вы, ээээ, довольно, ээээ, хорошо, показываете свое отношение к своим потребностям. Вам чего-то хочется, но, ээээ, стоит ли. Я уверен, что подобное поведение является, является системным. То есть, вы на постоянной основе так относитесь к своим желаниям, к своим потребностям. Вот. Я уверен, что вы на постоянной основе так делаете. Из-за этого вы не можете их в полной мере прожить. Дальше! Ведь это неприлично. Эээ … Приштевые. Ну, что именно неприлично, да? То есть... Ну, как бы.. Эээ… o… Прилично или неприлично, это исключительно, как бы, ну, нормы, нормы морала. Вот, мораль, это крайне такая, я бы сказал, аморфная категория. И, зачастую, вступающая в противоречие со своими желаниями конкретного человека. Поэтому, что-то, что есть прилично, а что неприлично, нужно выяснять. Дальше, идём. Так, ага, значит, у меня есть муси, я рискую даже простым общением. Ну, чем вы рискуете, так же, не очень понятно. К тому же я знал, что на тот момент он встречался с женщиной и не хватило себе проблем. Какие проблемы, опять же, если у вас муж и... непонятно. То есть, он уверял, что с ней уже всё. Ну, какие у вас основания для того, чтобы ему верить, были? Вот. То есть, почему вы считаете, что незнакомый человек вам сразу будет говорить правду? Это первое. Второе, ну, опять же, какое отношение это имеет к вам? То есть, у него женщины всё, а вы, вы, вы то с мужем как бы вместе, да? У вас же семья разводится, вы не собираетесь. Так почему вы хотите, чтобы у мужчины женщины не было, а у вас муж, чтобы был? Вот. То есть, это вот какая-то тоже позиция такая немножко, да? Дальше. Вообще, у них начальник, когда я прошел знакомиться, был заранее настроен на мой отказ, потому как, казалось бы, что на юбе, наверное, я был. Нет, вы больше про человека говорите не про себя, а нам нужно в себя разобраться. Дал свой номер, сказал, что будет от звонка, я сначала сомневался, стоит ли ему звонить. А стоит ли ему звонить, для чего? Стоит ли ему звонить, чтобы что? Месяц содержало в неведении его. Зачем? Почему вы считаете, что вы держали его в неведении? Выглядит это как некая манипуляция, что ли? Вспоминается строчка из песни, да он был мой ответ месяц, даже, да он бы мой ответ месяц дожидался, бы его до паники довела, я бы его до паники довела. Ну, это вы и к чему? То есть, понимаете, как бы, вы отношения с мужчинами, да, получается, устраиваете, исключительно на гендерной, гендерной основе. То есть, это взаимодействие полос. Не личностное взаимодействие, а полос. Потом рискнула и все-таки позвонила. Зачем? Точнее, скинула звонок. Мысленно себя ругала за опрометчивый поступок. Ну вот. Вот ваше отношение к себе и к своим желаниям. Такое, понимаете, вот. Это то, как вы относитесь к себе. Понимаете? Это вот то, что вы обесцениваете в себе то, что вы хотите. А это вырывается вот таким, такой хаотичной историей. Чем-то он меня зацепил. По крайней мере, он мне показался интересным в общении. Какое значение для вас имеет интерес в общении? Он мне перезвонил на четвертый день. Вообще не позиционировал себя как человек старший, эдакий бабушка, наставник, который раздавал совет. Он выглядит все так, что вы унизились перед человеком. Потом начал выяснять мой адрес, где я живу. При этом никаких слов, комплиментов. Мой адрес, как он ко мне относится, ничего. А как он может к вам относиться, если вы знакомы чуть-чуть? Полное противоречие. Ну, не похоже. Зато промоадрес моего дома выяснял, как он меня искал. Потом согласился, ему пора позвонить как-нибудь еще. В следующий день мы случайно столкнулись на улице с ним при пересечении. Он слишком фамилиарно коснулся рукой моей груди. И при встрече сделал вид, что меня не узнало. Лицо знакомое. Я в полном медумении, какой-то странный тип. Скорее здесь вы переживаете по поводу того, что ваше желание и то, чего вы хотели, не оправдалось. Потом вспомнил, сказал позвонил, но так и не позвонил. А должен был, вы хотели бы? Моя ошибка в том, что я позвонил ему сама, спустя месяц, где он настойчиво не понимал, кто ему звонит. Зачем позвонили, для чего. Я обиделся, бросил трубку. На что вы обиделы? Понимаете? Понимаете? То есть по сути не знакомый человек, вы на него уже обижаетесь. Он вам уже что-то должен. Понимаете? Какая штука. Он три раза перезванивал, но я не брал на трубку. Ну то есть вы вот уходите в манипулятивные игры. Вы уходите в обиды. Вы уходите в перекладывание ответственности. Может он пикапер? Может. А что ему от меня было нужно? Это знает только он. А в общем вообще причина такого поведения? Опять же. Это можно выяснить, только разговаривая с этим человеком. Для чего вам это знать? Чтобы перестало так сильно задевать его поведение? Если вы поймете причину, не перестанет. Потому что если вы в своей собственной жизни ничего не измените, если вы ничего не измените, то мужчина, только какой-нибудь другой мужчина, так же вас в подобное состояние ведет. Дальше. Так. Объясните мне, пожалуйста. Ну, понимаете, вам здесь не объяснять нужно. Вам здесь работать нужно. По гармонизации своего собственного внутреннего состояния. И по, значит, коррекции отношений с мужем, потому что с ним проблема у вас. Вот. Ну и, собственно, свои деструктивные модели, модели поведения и взаимодействия, в том числе с мужчинами, также необходимо корректироваться. Сейчас это очень такая манипулятивная и гендерная форма. Вот. Предполагающая игры с ответственностью, инфантильность, обесценивание и склонность к зависимости у вас. Вот. Ну, а глобально, глобально проблема в том, что вы обесцениваете то, что вы хотите и вам, ну, явно не чувствую чувство вины. Вот. Чувство вины – это вот переживание, определённое переживание по поводу невозможности реализовать те требования, которые к вам есть. То есть, это вот невозможность удовлетворить определённым, ну, определённым требованиям извне, скажем так. Вот. Только здесь момент в том, а должны ли вы это делать? То есть, ну, должны ли вы удовлетворять этим требованиям. Это то, о чём человек очень часто не задумывается данным. Вот. Хотя нужно. То есть, это то, о чём можно и нужно задумываться. Это то, о чём, ну, имеет смысл задумываться. Вот. Потому что, вообще говоря, это очень, очень важно. Вообще говоря. Вот. Ну, вот, в принципе, наверное, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вы получите, получили, точнее, определённую пищу для размышлений. Вот. И я очень надеюсь, что вы обратитесь к специалистам для того, чтобы решить те проблемы, которые у вас имеют место быть. Потому что, а, сами по себе, они проблемы, я имею в виду. Да? Вот. Сами по себе они не решатся. К сожалению. Удачи вам. Всего самого доброго. Надеюсь, что ситуация будет разрешена. Все, вообще неlles. С fürъём accuse мыetus. Рыть. Один за минуты. Продолжение. Продолжение следует...